Павлодарцы начали чипировать домашних питомцев. Эта мера необходима для регулирования численности бездомных животных. Владельцы кошек и собак обязаны пройти процедуру до сентября. Иначе четырехлапым членам семьи грозит приют. Подробнее расскажут наши корреспонденты в регионе. Ирина Ковалева привела кота по кличке Лео на плановую вакцинацию. Узнав о программе чипирования домашних животных, сразу решила зарегистрировать, как положено, своего любимца. Потому что столько много врача, котов и собак, и очень жалко. Мы с мужем подкармливаем, но как-то жалко, конечно. Если взял, надо держать. Или вообще, ну это же ребенок, это наш ребенок. Ну как можно вот играться, играться, потом выбросить? Я не понимаю. Чипирование кошек и собак проводят в ветеринарной клинике. Специальный чип содержит информацию о поле, возрасте и месте жительства домашнего питомца. Процедура стоит 4,5 тысячи тенге. Людям из социально уязвимых групп услуга оказывается бесплатна. Вот, и вот цифры 0904. Вот они отсканировались вот только что. С начала года в регионе произошло полтысячи случаев, когда людей покусали бесхозные животные. 150 детей пострадали от агрессивных собак. Таких животных активно отлавливают по всей области, а также наказывают и беспечных владельцев. Уже полсотни фактов зарегистрировано в полиции. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Владельцы допускают самовыгул. Основная причина, да, собак. Затем собаки выгодятся с нарушением правил. То есть без намордника, без поводка. И лицами, которые не в состоянии контролировать, допустим, поведение животного. То есть неслышаннолетние люди в состоянии алкогольного опьянения. Вот за эти виды правил граждане привлекаются к администической ответственности. Штраф за любимого питомца может составить 10 МРП. По новому закону бродячих животных отлавливают клетками или сачками. В худшем случае агрессивную собаку по закону могут и умертвить. Если животное уже раз попалось когда-нибудь в клетку, или же второй раз оно уже не зайдет, оно уже чувствует опасность. И в связи с этим мы не все обращения не можем быстро отреагировать, отработать. Так как, потому что это занимает очень много времени. Отловленных животных помещают в специальный центр. Там их содержат два месяца, пока не найдут хозяина. А потом стерилизуют. В этом приюте живут 200 бездомных собак. И надо признать, мало кому везет обрести хозяина. Но эта собачка явно вытянула счастливый билет. Сердобольный повладарец решил забрать ее домой. У них все прививки стоят. Они стерилизованные. Собака беспроблемная. Видно, что она умная. Со щенка неизвестно, что получится. А это все хорошо и понятно. У меня собачка умерла, поэтому мне собачку надо. Ветеринары убеждают, важно помнить и об ответственном отношении к питомцам. Не допускать бесконтрольного размножения. Поскольку все четыре часа приюта в области уже переполнены. Который год в Павлодаре говорят о строительстве государственного центра для бездомных животных. И дело вроде как сдвинулось. Уже выделен земельный участок для очень нужного объекта. Ербулавишев Марат Игриков из Павлодара, Хабар, 24.